Добро пожаловать на выпуск обзора этой недели. Сегодня у нас три главные темы. Во-первых, президентские выборы в Азербайджане, которые состоялись позавчера. Вторая тема – серия арестов, проведенных СНБ по обвинению в коррупции. Завершим передачу обсуждением конституционных изменений, которые предлагает наше правительство. Наш спецкорр, корреспондент из Баку, освещал президентские выборы в Азербайджане. Посмотрим репортаж с места событий. Спасибо Саше Баронкоену из фильма «Барат» за помощь в освещении выборов в Баку, потому что настолько абсурдно и сюрреалистическое мог осветить только комикам. Перейдем к обвинениям в коррупции и арестам, проведенным на прошлой неделе СНБ Армении. Служба национальной безопасности. Служба арестовала шестерых, в том числе высокопоставленных лиц из Министерства экономики и несколько других лиц на разных позициях, включая жену брата спикер парламента Армении Алена Симонена. По-видимому, это произошло в рамках одного из двух разных расследований. Одно касается фальсификации процесса заключения государственных контрактов с одной из компаний, предоставлению ей преимуществ. Второе расследование касается злоупотребления в правительственных программах финансирования агробизнеса. Как все это понимать? Прежде всего, у нас очень мало информации об этих обвинениях, поэтому нам нужно исходить из презумпции невиновности. В некотором смысле это действительно так. Очень хорошо, что правительство готово расследовать и арестовывать людей, тесно связанных с высокопоставленными лицами. Но, честно говоря, я немного скептически отношусь ко всему этому, потому что подобные аресты мы видели и раньше. Они просто устраивают большие шоу, а потом спустя месяцы обнаруживается, что никто ни в чем не виновен, и никому не было предъявлено обвинение или не был вынесен обвинительный приговор. Мы видели много подобных арестов. На этой неделе в Евразии нет вышла статья о том, как многие уголовные дела, заведенные после войны по обвинению в государственные изменения, провалили за неимением достаточных доказательств. А тогда проводились аресты, устраивались большие шоу. Все эти процессы могут быть частью политической борьбы внутри правительства, которая, как мы знаем, идет между прозападными и антизападными группировками. Самым главным обстоятельством является то, что судебная система так и не была реформирована должным образом, и у людей к ней нет никакого доверия. Это крупнейший провал этого правительства. Никто не знает, кто виноват, а кто нет. И не является ли это политизированным процессом. Я полностью за борьбу с коррупцией. Но в данном случае я в рядах скептиков. А теперь перейдем к третьей теме недели, которая касается дискуссии об изменении Конституции Армении, национального гимна и много чего другого. Эти месседжи звучат из двух центров. Главным образом из офиса премьер-министра. Он сам об этом много говорит в интервью и в выступлениях. Тему затрагивает также спикер парламента Ален Симониан. Они рассуждают о том, что есть необходимость новой Конституции, что Конституция устарела, что она не отражает сегодняшнюю Армению. Премьер-министр даже заявил о создании четвертой республики. Власть также предлагает убрать Арарат с герба, сменить государственный гимн. Честно говоря, для этих обсуждений есть все основания. Мы можем обсуждать все это между собой. Есть разные мнения. Люди могут не соглашаться, спорить или дискуссировать по каждому из этих вопросов. Но неприемлемо то, что эти вопросы используются для умиротворения внешних гангстеров, что и происходит сегодня. Давайте рассмотрим технические вопросы, связанные с изменением Конституции Армении. Потому что Конституция Армении прежде всего может быть изменена путем всенародного референдума, а не путем голосования парламента. Процедура такова. В Армении есть 2.6 миллиона избирателей. И согласно закону, для того, чтобы акт был принят, в референдуме должно участвовать от 1 миллиона 300 тысяч человек, и по меньшей мере 650 тысяч из них должны проголосовать «за». Исторически сложилось так, что в прошлом явка на референдумах в Армении была низкой. Почти все референдумы проводились до революции. Все знают, что власти шли на массовые фальсификации для того, чтобы обеспечить явку. Сегодня, когда в стране проводятся гораздо более честные выборы, удержать эту планку будет гораздо сложнее. Основой всех этих разговоров лежат конкретные требования, выдвинутые Ильхамом Алиевым на так называемых мирных переговорах. И одно из них — убрать упоминание Арцаха из преамбула Конституции Армении. Упоминается Арцах не в самой Конституции, а в Декларации независимости, которой есть отсылка в преамбуле. Это требование, учитывая его абсурдность, является своего рода очевидным доказательством того, что Алиев абсолютно не заинтересован в подписании какого-либо мирного соглашения. Почему он требует именно этих изменений? Все очень просто. Потому что это еще одна возможность унизить нашу страну. Давайте просто подумаем об абсурдности всего этого. Диктатор страны Конституции, которой является он сам, заставляет нас, демократическую страну, изменить нашу Конституцию, потому что он просто этого хочет. Во-вторых, этот конкретный вопрос придает легитимность его отказу от подписания мирного договора. И что более важно — это оправдывает будущую агрессию. Если он правильно разыграет эту карту, а наше правительство ошибется, это станет первым шагом к свержению армянского правительства, что является приоритетом в повестке покровителей Баку в Москве. Позвольте мне объяснить, какой огромной политической ловушкой является история с Конституцией. Могу сказать, что исходя из моего 35-летнего опыта в практической политике. Самые смертоносные ловушки — это те, которые вы ставите сами себе, что, похоже, в данном случае делают премьер-министр и спикер. Этот референдум не достигнет своей цели по одной простой причине — правительство не пользуется такой поддержкой, чтобы он состоялся. И на самом деле это референдум станет вотумом недоверия правительству, потому что его фактическая поддержка колеблется в пределах 25-35%, потому что только избирателям дадут шанс сказать «да» или «нет». По какому-либо вопросу, а в данном случае эту повестку продвигает премьер-министр, инициатива будет обречена на провал. Более того, понимая, что в основном изменения Конституции не какие-то естественные внутренние проблемы, а что-то, навязанное диктатором из Баку. Общество будет голосовать против Ильхама Алиева. Мы здесь имеем дело не с выборами, когда одна из сторон выигрывает. Другой момент заключается в том, что обычно демократические страны, голосуя по таким важным вопросам, посылает чертям своих соседей и весь мир. Мы стали свидетелями этого в Греции, когда избиратели пошли и проголосовали против всего, что ЕС пытался навязать греческому правительству. Если вспомнить явку избирателей и результаты правящей силы на выборах мэра Еревана, безусловно, можно сказать, что они не в состоянии изменить имеющийся расклад. И, наконец, и это самое опасное, после того, как это голосование провалится, Баку получит шанс заявить на весь мир, что у граждан Армении была возможность выбирать между миром и войной, но они фактически проголосовали за войну. И это оправдает его будущую агрессию. И самое главное в истории нет прецедента, когда диктатор, будь то Адольф или Ильхам, перестал унижать оппонента, который готов терпеть все новые и новые унижения. Каждое новое унижение просто разжигает их аппетит, и они требуют большего. Заключение правительства должно быть честным с армянским народом в фактах, которые знает лучше всех. Во-первых, Ильхам никогда не подпишет мирный договор, поскольку для выживания его режима необходим враг-армянин. Во-вторых, нас ожидает период длительного, холодного мира с постоянными угрозами войны. И если ситуация в мире позволит, Алиев перейдет к агрессии непосредственно против Армении. Мир придет не после очередного раунда унижения, а только после выполнения следующих действий. Во-первых, если страна и весь армянский мир объединится в стремлении защищать любой ценой. Во-вторых, если режим Баку предстанет перед правосудием за прошлые и будущие агрессивные действия через Международный уголовный суд и другие правовые инструменты, параллельно проводя полномасштабное дипломатическое наступление с целью демонизации и делегитимизации режима в Баку. В этом, кстати, они сами нам неплохо помогли. Хорошим примером являются их последние выборы. Все остальное – борьба с витринными мельницами. Спасибо, что присоединились к нашему выпуску. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok